Год назад, в октябре 2022 года, я смотрел интервью Екатерины Гордеевой с отцом Джованни и в какой-то момент поймал себя на мысли, что имя героям не очень знакомо. А потом я понял, что это тот самый священник, который 25 лет назад выпустил книгу «Бесед с католикосом всех армян Горегином I». Весной я познакомился с писателем Александром Архангельским, и он рассказал мне, что вместе с режиссером Татьяной Сорокиной они будут снимать фильм «Родина», где главным действующим лицом будет именно отец Джованни. И сегодня он мой гость. Вы уже несколько дней в Армении, которая последние три года переживает достаточно сложные времена. И вот непосредственно перед вашим приездом произошло очередное трагическое событие. это фактическая потеря Арцаха и исхода оттуда всего армянского населения. Вот каковы ваши ощущения от нахождения в Армении в эти дни, если сравнивать с довоенными годами или, может быть, с десятилетия назад, вот ходя по улицам, общаясь с людьми, вы чувствуете, что вот что-то не так? Ну, вы знаете, я, скажем, подолгу бывал в Ириване много лет назад, все-таки в конце 90-х. Прошло очень много времени. Конечно, мне кажется, Армения сильно изменилась. Когда я здесь бывал, в 97-м, 8-м, 9-м, это была другая картина. Потом все-таки я более или менее регулярно бывал, но все-таки иногда и с большими интервалами. Несколько лет, 5 лет, допустим. Или, допустим, бывал, но совсем ненадолго. Все-таки последние годы несколько раз бывал на кинофестивалях летом и так далее. Но, конечно, если сравнивать с тем, что было тогда, скажем, это другая страна, даже вплоть до конца 90-х была определенная эйфория, в том числе и по поводу Карабаха, по поводу Арцах. Потому что мало кто себе представлял, наверное, что ситуация так изменится. Пожалуй, в этом определенные, что, вы знаете, всегда бывает так в истории, как русские говорят, история, не знаю, сослагательного наклонения, если бы, нельзя говорить в истории, но, конечно, можно было бы все это себе представить, что ситуация так не будет очень долго держаться, как мне кажется, как наблюдатель со стороны. Вот жаль, что, наверное, в этом смысле преобладали другие, ну, в том числе, какое-то даже чувство гордости и так далее, больше, чем на рациональное как бы мышление, что надо было идти на какие-то переговоры, безусловно. Ну, это, простите, это просто мое. Что касается именно самых последних событий, и вот это ужасно, то, что буквально так, абсолютно неожиданно и очень быстро вот было потеряно фактически все, в смысле весь Арцах. И я за эти несколько дней в Вереване не успел пока еще это прочувствовать, как у нас были встречи, в том числе с беженцами, тогда, наверное, и прочувствую до конца. Хотя и были на кладбище, и, в общем-то, все разговоры со многими армянскими друзьями, это, безусловно, воспринимается как трагедия. И она есть трагедия в каком-то смысле. Тем не менее, вот одна вещь, которая меня поражает. Я-то не русский, как вы знаете, но все 37 лет живу в России. И поэтому даже здесь в разговоре с людьми очень часто меня воспринимают почти как русского. И, как я часто говорю своим армянским друзьям, это удивительно, потому что нет такого отношения к русским настолько доброжелательно, как в Армении. Нигде. Нигде. Раньше говорили, в Болгарии очень хорошие. Действительно, Болгария любит русских, но это другое совершенно. Армяне. И вот доказательства я получил в эти дни. Потому что понятно, что трагедия, которая произошла в Арцахе, ну, часть доля ответственности, как мне кажется, и на Российскую Федерацию. Немалая доля. Тем не менее, это не изменило, как мне кажется, отношение людей, собственно, к русским, к русскому населению. Потому что, надо сказать, непосредственно перед этим, за год, за полтора, вот вдруг огромное количество русских револокантов приехало. Примерно столько же, если я правильно понимаю, столько же, сколько теперь беженцев в Арцахе. И тут вот странная ситуация для Армении. Очень большая одна, как бы, эмиграция, не армян, вот русский револокант, многие из них это способные люди, даже имеют какие-то возможности финансовые, молодые. И вдруг вот это свои люди из Арцаха, наоборот, которые пережили трагедию и так далее. Тем не менее, Армения держится в каком-то и главном мудрости, как мне кажется, и милосердия населения, которые смотрят на этих револокантов без всяких отрицательных чувств и эмоций. Вот буквально вчера, позавчера, многие русские друзья мне говорили, это никак не отражается на нас. Очень часто армяне нам говорят, да, вот случилось так, это очень грустно, то, что правительство и так далее, но политика, но вы-то ни при чем, к вам никаких претензий. И вот по-прежнему отношение к русским, не к правительству, еще раз повторяю, а именно к русским людям, очень-очень хорошее. Вот, и это говорит хорошо об армянах, как о народе, потому что не всегда хватает мудрости различать. Понимаете, когда, увы, человек страдает, очень часто кого-то обвиняет, и есть, но, не знаю, мы не любим какую-то страну или ее правительство, ну, как сразу демонизируются все жители какой-то страны. Это не сделали, вот, по крайней мере, пока, мне кажется, что со стороны армян нет ничего такого по отношению к русским. Это замечательно. Если, ну, сейчас многие, да, пытаются размышлять, искать корни случившегося, потому что понятно, что кроме того, что это была агрессия со стороны Азербайджана и три года назад, и сейчас, были и другие причины в нас самих. И есть такое мнение, что одна из этих причин заключается в излишней зацикленности армян на прошлом, точнее, на каких-то, да, таких героических страницах прошлого и неспособность уделять больше внимания созданию более благополучного будущего. Вот, опять-таки, очень интересный взгляд со стороны. Когда-либо, вот, вы думали, что есть такая проблема? Ну, армяне очень гордятся своим прошлым, и это понятно, да, древний народ, первая христианская страна, культура, народ, который пережил какие-то только катаклизмы и трагедии не переживал, и выжил, и продолжал творить все-таки удивительную культуру, это все действительно относится к прошлому. Но я бы не сказал, что это только вот такая ностальгия по... Мне кажется, что есть и силы, и в самой Армении, в смысле, в стране, и вообще-то в армянском народе, допустим, в вашей диаспоре, есть люди, ну, удивительно талантливые среди молодежи, и которые хотят действительно что-то... Вот в эти дни веревания, я в этом убедился, очень многие люди. Кстати говоря, в том числе и из иммигрантов, в смысле, из диаспоры, но которые вернулись в страну и что-то хотят делать. В самых разных областях, не знаю, допустим, образования, воспитания молодежи и очень много другого. Это все-таки важно. Другое дело то, что политика – это везде, увы, искусство компромисса. Всегда. Это неизбежно. Политик в каком-то смысле, как хирург, должен очень трезво смотреть на ситуацию и принять решения, даже когда они не популярны, даже тогда, когда они могут быть невосприняты или с большим трудом восприняты народом. Но, скажем, хирург, который понимает, что надо ампутировать ногу, он принимает очень страшные решения. Но если этого не делать, это гангрен, это смерть. Думаю, что часто так бывает в политической жизни. И, наверное, история с Карабахом, с Арцахом, наверное, надо было бы действительно немножко раньше сообразить, что что-то надо было делать. Не занимать принципиальную позицию. Понимаете? Я-то человек принципиальный по характеру, но политика – это такое искусство. И думаю, что и сейчас. Надо исходить из того, что сейчас. Сейчас вот такой момент, да, территория потеряна. Слава Богу, огромное большинство населения выжило, спасло и находится сейчас в Армении. Вот из этого и надо исходить. И понять, вот как теперь быть. Если мы хотим строить какое-то будущее, которое может быть что-то новое, что-то другое, что-то более приемлемое, дай Бог. Да, в том числе по отношению к Арцаху. Но надо исходить из того, что сейчас. Принять эту ситуацию иначе никак. Меня, например, больше всего, ну не больше всего, вот среди прочего, очень волнует тот вопрос, что мне кажется, что сегодня мы видим, ну сегодня или последние годы, что возвращается комплекс жертвы к армянам. И вот, мне кажется, одной из причин неспособности к компромиссам было то, что вот та победа, которая была одержана в 1994 году, спустя 90 лет после геноцида. Армяне поверили в то, что вот их в очередной раз хотели истребить, но они вопреки, да, там, всему одержали победу. И любой компромисс воспринимался, как что-то, которое может предать эту победу. А сегодня вот мы видим, что опять очень многих людей есть вот это психологическое восприятие, что опять все вернулось на круги своя армия, они опять стали объектом утеснения, притеснения. И вот мне кажется, что сейчас очень важно, ну и политикам, и вообще людям в обществе, попытаться, чтобы этот комплекс жертвы не пустил каких-то глубоких корней, потому что, ну, это деструктивно для общества в целом. Как вы думаете? Согласен. Но надо сказать, что вот когда армянский народ пережил более по своим масштабам, более, гораздо более крупной трагедии, вот геноцид, да, Меттигерн, в 15-м году, в 1915-м году, все-таки выжившие, они реагировали на удивление мудро. Потому что вот я сам знаю случай, когда они не то чтобы следующее поколение, дети, те, кто выжил, а самые выжившие успели, ну, может быть, они бежали в 15-м году, когда были совсем маленькими детьми, да, но они успели проявиться, вот, чего-то достичь в течение своей жизни. У меня конкретно есть вот среди моих итальянских, в смысле итальянских, армянских знакомых, есть люди, которые действительно, вот человек бежал из Турции совсем маленьким ребенком, потом ему подарили фотоаппарат, и он стал главным, одним из первых фотографировал и делал иллюстрации для книг. И в Италии фактически все это началось с работы вот этого совсем молодого армянина, который потом стал очень состоятельным и так далее. Поэтому в течение одной жизни, не двух поколений, это все-таки замечательно. Дай Бог, чтобы и в этот раз армяне могли так же реагировать. Я уверен, что есть такая возможность. Ситуация другая, коренным образом другая. Вот беженцы, они убежали никуда-нибудь, не в другие страны, где другие культуры, другие языки, другой быт и так далее, а фактически к себе. Да, конечно, есть разница. Все знают, жители Арцаха отличаются. Но как, в общем-то, армяне между собой? У вас как раз такое самосознание малой роды, но очень важное. Поэтому каждый житель Армении знает, если он или ванцы, или из аппараны, или откуда-то, еще в Гемрии и прочее. Так же и ваша диаспора. Вот в том числе и Арцах. Вот сейчас эти люди здесь, полноценные граждане Армении. И дай Бог, чтобы они нашли в себе силы, и вся Армения нашла силы, вот дать совершенно другой шанс. Что будет потом с территорией, это уже отдельный вопрос. Но эти люди сейчас здесь, мне кажется, Армения их приняла все-таки довольно достойно. И, насколько мне известно, и, безусловно, надо прежде всего заботиться о том, чтобы у этих людей была абсолютно полноценная, достойная жизнь сейчас. И не думаю, что комплекс такой жертвы и жертвенности здесь может преобладать. Я не думаю. Мне кажется, армения достаточно способны народ, чтобы этого не было. Ваше знакомство с Арменией и с армянской культурой во многом состоялось благодаря вашему знакомству с Гарри Гином Первым и той книгой, которую вы написали. И вот, готовясь к нашей беседе, я выделил для себя этот фрагмент из книги, то, что вам говорит Гарри Гин Первый почти 25 лет назад. «Я вижу зарю, убежден, что будущий век будет лучше настоящего. Я вижу признаки этого или, используя библейское выражение, я бы сказал, что вижу знамение времени. Молодежь осознает свою ответственность и даже противостоит несправедливости нашего времени. Пробуждение молодежи несомненно положительный знак для лучшего будущего». Но сегодня, когда мы смотрим на то, что происходит не только в Армении, в Арцахе, в нашем регионе, то, что происходит в Украине, последние события на Ближнем Востоке, к сожалению, не очень много поводов для оптимизма дают. И пока, наверное, нет оснований говорить, что этот век лучше прошлого. Насколько это закономерно, на Ваш взгляд? Так, объективно, первая четверть XXI века нельзя назвать более светлой, чем... Хотя, не надо забывать о том, что в XX веке было две мировые войны, и очень много гоносидов армян, и другие, и Холокост, и очень много. Вот если это все взять вместе, XX век довольно темный. Да, вот эти первые почти 25 лет, уже первая четверть XXI века, она, увы, особенно в эти последние годы, она не очень действительно блестящая. И тем не менее, вы знаете, Виопар многому меня научил, в том числе этому, что он был, я в какой-то, помню, выступая, его определили так, что он был неизлечимым оптимистом. Он действительно был оптимистом. Он был убежденным оптимистом. Но если смотреть на его биографию, он родился в Кесабе, в армянской деревне, в Сирии. Его бабушка была безграмотная, его папа, мама были очень простые люди. Я, кстати, с мамой был знаком и с сестрой, и с родным братом Виопара. Они были совершенно простые люди. И не могли себе, не могли мыслить или мечтать о таком будущем для своего сына, как вот потом и получилось. Многого он добился, безусловно, сам своим трудом, своим усердием и так далее. И я думаю, что он пример все-таки для подражания. Человек, который не останавливался, который преодолевал очень многие, в том числе, кстати, образование, которое он получил в Оксфорд, и все об этом говорили, ему было очень трудно в начале жизни в Оксфорд, он был совершенно потерянный в западном мире. Потом он проявил себя и был абсолютно комфортно, себя чувствовал как в Англии, так в Америке, так во Франции и так далее. Но это все этого он добился сам все-таки. И думаю, что в этом смысле это действительно пример. Да, поводов для особого оптимизма, если объективно смотреть, их мало совсем. И тем не менее, мне кажется, что христианин должен именно стараться быть оптимистом. Христианство это парадоксальная вещь. Вот верить в то, что Бог победил смерть и что победил смерть именно тем, что взял ее на себя, это парадокс. Это невозможно объяснить логикой. В это можно только верить. Но если в это верить, то ты становишься безусловно оптимистом. Тогда в любой ситуации жизненной, что касается страны, истории, но даже личной истории каждого, из любого тупика можно все-таки выйти. как мне кажется. Вот вы об этом парадоксе говорили несколько дней назад, когда в пространстве Common Ground была встреча, где, кстати, было много ваших прихожан из московского храма. И вы на самом деле, я думаю, что очень многие люди, у них всегда есть соблазн священника спросить, почему так много несправедливости происходит в мире и куда смотрит Бог. И ваш ответ был для меня на самом деле очень таким открытием, когда вы сказали, что проблема в том, что у нас есть такое языческое восприятие Бога, что это такой всемогущий Зевс, который сидит где-то наверху и может сделать все, что угодно, и что на самом деле наш христианский Бог, он другой, и вы говорили, что он берет на себя смерть, и ограничивая себя, становится таким же смертным, как мы все, и открывает для себя и страхи, и усталость, и боль, и даже смерть. И мне кажется, что проблема, наверное, заключается в том, что может быть в современном мире религии не доносят вот это для человека, и человеку может быть в каком-то смысле даже удобно иметь такого абстрактного Бога, которого можно условно говоря обвинить во всем происходящем. И естественно, не ставлю перед собой цели какие-то претензии предъявлять для религий, но мне кажется, что вот это да, действительно восприятие Бога, оно в зависимости, конечно, от разных культур, но вот именно у христиан все-таки есть, можно называть это языческим восприятием или каким-то, что вот мы все от себя зависящее делаем, но вот, к сожалению, Бог не вполне справедлив. Как от этого можно уйти? Ну, я думаю, что это такое определенное, говоря, христианским языком искушение, то есть себе как-то сотворить себе Бога так, как нам хочется, чтобы он нас наградил, есть мы молодцы, чтобы он наказал наших врагов, чтобы он действовал в нашу пользу, да, но это не совсем так, это не Бог из иудеи христианского откровения, сама Библия нам показывает совсем другого, другой облик, другое лицо Бога, да, Бог для христианина, это Бог, который становится человеком, то есть берет на себя всю нашу человечность, что означает нашу слабость, он как раз не Зевс всемогущий, а ровно наоборот, Бог, который самограничивается, становится маленьким, спускается в наше время, пространство, в нашу маленькую историю, даже в нашу каждодневную историю, для чего? Для того, чтобы быть нам солидарным, чтобы когда мы страдаем, страдать вместе с нами, он не дает нам панацею на все болезни или рецепт, чтобы разрешить любые конфликты или любые проблемы, нет, ничего подобного, зато он сопереживает нам, он вместе с нами для того, чтобы все разделить с нами, страх, неопределенность, чувство Богу оставленности, вот все это он взял на себя, потому что он действительно переживал все это, для того, чтобы разделить это вместе с нами, вот таков, я думаю, вот это и есть Бог, такой, какого нам показывает Иисус Христос, Бог, который называется Эммануил, что означает с нами Бог, Бог, который в Ветхом Завете Яхве означает сущий, но в том смысле, что он есть рядом, он присутствует рядом, вместе с нами, в любой ситуации жизненной, вот, мне кажется, о таком Боге идет речь, да, и это Бог, который нас не наказывает никогда, он нас учит, это немножко другое, иногда он настолько нам доверяет, настолько нас уважает, что вот иногда действительно не действует, но не действует ради любви, потому что любая мама знает, что ребенок, когда делает первые шаги, он делает два шага и упадет, ему будет больно, потому что шишка и так далее, но если мама такая гиперпродективная, скажем так, она слишком переживает, она не отпускает ребенка, но вдруг он упадет и вот ему будет, так это ребенок будет калекой, он не сможет научиться ходить, мы должны научиться сами, а цена, как сказать, неизбежна, это шишки, это больно, трудно и так далее, зато мы можем держаться на своих ногах, а Бог как хороший педагог уверен, что мы справимся. Вот в свете сказанного с вами только что, я хочу попросить вас ответить на вопрос, который вы 25 лет назад задавали Горегину первому. Случалось ли вам бороться с Богом? Не испытывали ли когда-либо чувство мятежа против Бога? Да, бывало. Были такие моменты в моей жизни, но когда я не хотел и думал, что не могу принять какие-то обстоятельства. Но потом каждый раз я убеждался в том, что я был неправ, что обстоятельства можно было принимать, а потом даже иногда я убедился в том, что эти обстоятельства были наилучши, какие только могли быть, хотя с первого взгляда совсем так не казалось. Я думаю, что это часть нашего человеческого опыта, в том числе мятеж против Бога. Но главное, чтобы если человек как сказать вся наша история жизни с Богом это история какой-то дружбы, скажем так. Если мы его знаем достаточно хорошо, бывают какие-то недопоминания между друзьями, но если друзья настоящие, все-таки дружба сильнее. И в этом смысле даже когда бывает такое чувство, нет, я с этим не согласен, нет, это я не приму, ни за что, это я не хочу и так далее, я могу немножко так роптать, потом понимаю, что нет, все-таки я не прав. И по крайней мере, пока было так всегда, как будет дальше, я не могу сказать, могу сказать только как было до сих пор. Спасибо большое за эту беседу, спасибо за то, что вы делаете, и я очень надеюсь, что вот то, для чего вы приехали в Армению, фильм Родина, где вы являетесь главным героем, что фильм получится, что какое-то время спустя мы будем его смотреть. Спасибо. Надо сказать, что мы когда думали, то есть режиссер Александр Аркангельский, Татьяна Сорокина, когда они думали ставь фильм, но это не фильм обо мне, это фильм, который берет как бы мою судьбу в качестве метафора в каком-то смысле, то есть человек, который столько жил за границей, и поэтому для него вопрос о том, что означает быть мигрантом, релакантом, беженцем и так далее. В общем-то это и оказалось это очень и очень своевременно и актуально, но не было еще событий с Арцахом. Мы уже, то есть они уже решили здесь снимать, потом случилось то, что случилось. я думаю как интересно, потому что это увы, это еще гораздо более актуально. Мы будем, конечно, и встречаться с беженцами из Арцаха и надеюсь, что этот фильм может действительно кому-то помочь в этом. Спасибо большое. Спасибо Вам. Спасибо за субтитры. Продолжение следует...